МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможность реализации инновационных проектов в сфере сельского хозяйства, экологии и энергетики обсудили на очередном заседании райсполкома, в работе которого приняло участие председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин. За летний период в эколого-биологическом центре детей и юношества прошло практику более 1708-классников. У мальчишек и девчонок была замечательная возможность научиться ухаживать за животными и растениями. В православных приходах Барановичи стало доброй традицией накануне начала учебного года благословлять детей на учебу. В эти дни в терплях проходят торжественные молебны. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Возможность реализации инновационных проектов в сфере сельского хозяйства, экологии и энергетики обсудили на очередном заседании райсполкома, в работе которого принял участие председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин посетил Барановичский районно-исполнительный комитет и обсудил с руководством района перспективы развития и реализации инновационных проектов в рамках Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы. В частности, обсуждалась возможность реализации инновационных проектов в сфере сельского хозяйства, экологии и энергетики. Сегодня мы уже фактически с председателем Респолкома определили те интересные направления, где могли бы быть реализованы новые инновационные проекты, именно даже не в Барановичах, а в Барановичском районе. Это, прежде всего, да, я могу сказать, это аграрное направление, это вопрос, то, что говорил глава государства, биогазовых установок и производства биогаза, и не столько с точки зрения энергетики, сколько как раз эти вопросы, это утилизация биологических отходов, то есть это важное направление, как экологическое, так и, скажем, ну, меньше энергетическое, больше экологическое и экономическое. Второе направление — это переработка торфа и использование торфа, опять же, для уже аграрных нужд, все-таки район больше аграрный, но технология абсолютно новая по переработке торфа и созданию соответствующих органических эффективных удобрений для региона Баранович. Новая программа инновационного развития до 2020 года согласована со всеми заинтересованными ведомствами и сегодня проходит экспертизу в администрации президента. Программа включает 72 проекта, рассчитанных на ближайшую пятилетку. От Брестской области в нее включены только 4 проекта. Надо думать, как создавать промышленные производства, ну, а здесь, как Госкомитет по науке и технологии, мы готовы рассмотреть и поддержать и финансово, и технологически, и усилить вот эту взаимосвязь и с Академией наук, и с другими нашими университетами. В Барановичах есть университет, который тоже занимается различными направлениями и научных исследований. То есть теперь нужно, как говорят, скоординировать наши действия, объединить для того, чтобы получить максимальный эффект. В отличие от предыдущих, эта программа инновационного развития будет открытой. По мере появления новых проектов, правительство будет иметь право включать их в программу. Так что у Барановичского региона есть возможность реализовать новые инновационные проекты при государственной поддержке. 3 сентября с 9 до 12 часов заместитель председателя Барановичского районного исполнительного комитета Денис Геннадьевич Горновский проведет прямую телефонную линию. Волнующие вопросы можно будет задать по номеру 413831. История юнацкого движения в нашем городе началась в далеком 1949 году, когда в Барановичах начала работать станция юных натуралистов. В 1999 году станция ЮНАТОВ получила статус экологического центра учащихся, а с 2006 – экологического центра детей и юношества. С недавних пор это эколого-биологический центр детей и юношества, который насчитывает 120 объединений по интересам и 20 кружков. В летний период в центре восьмиклассники проходят обязательную практику. Наша съемочная группа провела несколько часов с ребятами, проходящими практику в последней летней смене. Сегодня экологический центр – это два отдела. Отдел экологии и охраны природы и отдел сельского хозяйства и экологии. 26 педагогов-профессионалов, объединенных общей целью – научить детей ценить, беречь и охранять родную природу. Они не жалеют своих сил и времени, работают на стиле экологического образования круглый год. В период летних каникул за короткий промежуток времени педагоги стараются привить любовь к животным и растениям, научить детей беречь окружающий мир. Это люди, которые очень любят и знают свою профессию. Они расскажут ребятам о том, как правильно нужно проводить работы по ландшафтному дизайну. Научат технологии выращивания цветочно-декоративных растений, агротехники выращивания овощных культур. Познакомят с представителями живого уголка. Их, кстати говоря, у нас более 30 видов. Но самая главная наша задача, пожалуй, это научить каждого ребенка, который приходит к нам, видеть и чувствовать красоту окружающего мира. Ну и, конечно, научить создавать. Потому что, по нашему мнению, те дети, которые научились трудиться, которые умеют что-то создавать своими руками, они будут приумножать и ценить все то, что находится вокруг них. Во время летней практики мальчишкам и девчонкам здесь расскажут, как обращаться с животными и как ухаживать за растениями. Для многих это очень хороший опыт, которого до практики не было. Кирилл Парханович ухаживает за питомцами живого уголка. Дома у парня нет никакой живности. Но здесь Кирилл с удовольствием присматривает за попугайчиками, кроликами, шиншиллами и другими. На практике я работаю в живом уголке. Моя задача – заготовить корм для животных и накормить их. Я работаю вместе со своими одноклассниками. Я узнал, что в живом уголке обитают хомячки, черепахи, попугаи, шиншиллы, крысы, кролики и морские свинки. О всех животных уголка нам рассказал наш педагог Наталья Владимировна. Она учит нас ухаживать за животными. Здесь очень красиво и мне нравится работать в живом уголке и общаться с животными. Денис Семенюк ухаживает здесь за растениями. В период практики парень также для себя открыл очень много интересного и нового из растительного мира. С понедельника у нас началась практика в экологическом центре. Первый день задался отлично. Нам сразу же рассказали об экологическом центре. Здесь есть оранжерея, живой уголок и много других интересных мест. Нам рассказывали о растениях, уже привычных нам, а также о тропических, которые встречаются впервые и растут в теплице. Такие как папайя, банан, пальма, кактусы и другие. Я узнал, что плоды папайи съедобные. И в простонародье папайя называется дынное дерево. Я увидел, как растет банан. Узнал, как его выращивают. Мне нравится работать в экологическом центре и много узнавать нового. Экологический центр сегодня – это 120 кружковых объединений, где занимаются более 1300 учащихся со всех школ города в возрасте от 5 до 18 лет. И каждый из них может выбрать дело по душе. Кружки работают по 20 направлениям. Хочу напомнить о том, что с 1 сентября у нас объявлен набор в кружки эколого-биологической направленности. Мы приглашаем всех детей, которым интересна эта тема, записаться в наши кружки. Самой позитивной стороной в деятельности экологического центра его педагоги считают многовекторность работы, которая позволяет реализовать как образовательные, так и воспитательные цели и задачи. Для проведения занятий по всем направлениям кружковой деятельности, экскурсии, исследовательской работы организации общественно-полезного труда силами сотрудников и юнатов экологического центра на территории более чем 3 гектара был создан эколого-биологический комплекс, который состоит из различных отделов, таких как отдел защищенного грунта, питомник плодово-ягодных культур, дендрологический отдел, коллекционный, иридарий. Здесь можно познакомиться с коллекцией лекарственных растений, а также редкими представителями флоры, коллекцией овощных и полевых культур, экологическими и зооэкологическим отделом, японским садом и даже тропой ощущений. А в теплице площадью 400 квадратных метров, где кружковцы, а в летний период практиканты, ухаживают за растениями, произрастает 145 видов оранжерейных растений из многих стран мира. Нельзя передать словами красоту зеленого мира оранжерейных растений, ее надо увидеть. Тем более, что у каждого горожанина есть прекрасная возможность сделать это. Ведь не зря эколого-биологический центр детей и юношества называют «зеленым оазисом» среди целого ряда промышленных и коммунальных предприятий, которые его окружают. Для детей, которые посещают здесь кружки и объединения по интересам или проходят практику, открывается удивительный мир, с которым интересно познакомиться в любом возрасте. МЧС разрешила эксплуатацию в новом учебном году всех учреждений образования Беларуси, сообщил первый заместитель начальника управления надзора и профилактики МЧС Владимир Суворов. Нарушений, препятствующих функционированию учреждений образования, нет. Все выявленные нарушения устранялись во время проверок. Все школы и учреждения образования приведены в соответствии с нормами о противопожарном состоянии, отметил Владимир Суворов. Работа по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году находится под постоянным контролем МЧС. В преддверии 1 сентября во всех православных храмах нашего города по традиции проходят торжественное богослужение на начало нового учебного года. И надо сказать, что все больше ребят, их родителей и учителей заботятся не только о формировании интеллекта и его базы знаний, но и о развитии духовной сферы. Вот уже не первый год в Свято-Покровском соборе накануне начала учебного года благословляют детей на учебу. В эти последние августовские дни на службах заметно больше детей и молодежи, чем во время обычной литургии. На молебен приходит много юных горожан всех возрастов, родителей, педагоги. Действительно, говорят священнослужители, молитва необходима перед началом каждого доброго дела, и таковое, несомненно, предстоящая учеба. Обычай совершать богослужения в преддверии 1 сентября существовал еще в дореволюционные времена. Сегодня их посещают все больше детей и родителей. Учащимся покровительствуют многие православные святые, которым можно поклониться об усвоении знаний и прибавлении ума. «Приобретая знания, мы действительно спасаем себя, говорят святые отцы. Причем знания спасают нас не только от невежества, которое ограничивает человека во всем. Знания спасительны и в быту, и в устроении личной жизни, и в достижении профессионального успеха. Новый учебный год начинается в сентябре и в церкви. При храмах возобновляют свои занятия воскресные школы для детей и взрослых. Так что любой желающий может постигать азы веры, без которой человек как пустой сосуд. Именно она рождает цель и надежду на лучшее и сегодня, и в будущем». 31 августа через Барановический район пройдет традиционная ежегодная 23-я научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням» с благодатным огнем от гроба Господня. Встреча состоится возле деревни Дубровна в 10 часов 30 минут. Затем крестным ходом участники экспедиции отправятся на святое поле у деревни Загорье, где появилась православная святыня – чудотворная загорье-столовическая икона Покров Пресвятой Богородицы. На святом поле пройдет молебен, после которого состоится передача благодатного огня на свечи прихожанам. Отсюда экспедиция направится в город Барановичи, в молодой микрорайон Боровки к храму святой Валентины Минской. Здесь встреча намечена на 14 часов. Это все новости на сегодня. Впереди реклама и прогноз погоды. Всего вам самого доброго. До свидания.